всем привет меня зовут мария мироневич и вы на канале как похудеть смотрите мою авторскую программу которая так и называется бодрое утро с марии мироневич сегодня мы с вами поговорим еще на одну очень важную тему и конечно же как всегда поговорить об этом подтолкнули меня ваши комментарии которые получают огромное количество каждый день и на самом деле это отлично потому что это помогает мне снимать видео на действительно важные интересные и конечно же волнующие вас темы сегодня мы поговорим о самой главной ошибки всех худеющих всех людей которые хотят расстаться с лишним весом с лишним жиром которую я сама совершала огромное количество раз и конечно же все остальные люди точно также не исключение и они эту ошибку совершают и так это ошибка такая что думать что ваша проблема это то что вам нужно просто найти новую подходящую диету и не менять ваш образ жизни то есть что вам нужно быстренько похудеть на диете и дальше уже наступит наконец-то долгожданное счастье вы достигнете желаемых форм объемов веса и наконец-то заживете счастливо но большинство из нас сталкивались с тем что самое интересное начинается именно после того как вы похудели потому что той самой счастливой жизни не наступает а наступает возврат к старым привычкам естественно во время диеты от которых вы не уходите и постепенно вес возвращаются и в большинстве случаев прошу прощения и в большинстве случаев вес возвращаются еще с довеска можно так сказать и я сама эту ошибку совершала огромное количество раз я как всегда говорю не наступала на грабли я просто танцевала на них и настолько я была зациклена на этом диетическом мышлении что я просто думала что это я не такая и пока просто не нашла ту самую диету которая подойдет именно мне и сейчас мы с вами поговорим почему воспринимать диету как решение проблемы с лишним весом с проблемами пищевого поведения не эффективно долгосрочной перспективе то есть напоминаю что только 3 из 10 человек которые похудели на диетах сохраняют свои результаты через год ну соответственно через два года таких людей еще меньше чем а 3 из 10 то есть соответственно эффективность диет доказано до эффективность то есть диет как раз таки не эффективность диет очень даже доказано и на моем личном опыте и на опыте многих людей у которых после диет вес возвращался и разбираться с лишним весом методом до использования диет каких угодно их так голодовок ограничения калорий либо наоборот начинать интенсивно тренироваться хотя это вам совсем не нравится и вы это делаете только для того чтобы похудеть это как бояться верхушки айсберга хотя мы прекрасно да сейчас понимаем что то чего нам стоит бояться находится в толще воды и не видно на поверхности точно также происходит с лишним весом то есть вот этот косметический грубо говоря дефект с которого все начинается потому что ну опять человек за пару недель не достигает 1 2 степени как был допустим у меня ожирение а все это происходит постепенно начинается обычно с ну просто лишнего веса с проблем в систематичности то есть что нету системы питания да то есть что едим как попало что попало да не соблюдаем режим труда и отдыха не пьем достаточное количество воды ну едим на самом деле те продукты которые не нужно есть и просто людям у которого нет лишнего веса и в такой момент вместо того чтобы сесть и обдумать что же я делаю не так раз у меня появился лишний вес то мы все идем по другому пути про проторен нам у пути по пути который отлично продается уже долгие годы десятилетия это конечно путь диет разнообразных добавок и так далее и вместо того чтобы наладить свою систему питания наладить вообще образ жизни а потому что общая картинка складывается грубо говоря когда мы начинаем с вами жить по методу мироневич мы с вами формируем пазл потому что если вы не будете спать достаточное количество часов или не будете спать тогда когда надо это кстати не касается людей которые работают по сменам почему потому что ваш организм уже потом к этому привыкает и нормально вес будет снижаться вот но когда мы сами себе создаем такие проблемы что мы не ложимся во время не встаем во время кто-то да допустим привык не завтракать а потом удивляется почему переедает ночью то есть когда мы вместо того чтобы решить те проблемы которые вот не сразу видны потому что мы видим проблему как подходим к зеркалу или еще очень часто да у нас бывает что мы приходим в магазин и обнаруживаем или там открываем до наступает там лето грубо говоря и мы понимаем что то одежда которая была нам в пору прошлым летом совсем нам не подходит или мы идем в магазин там мне не знаю купить купальник какие-то себе обновки и опять сталкиваемся с тем что размеры не те и то есть то что мы видим на поверхности это как раз таки косметические дефекты которые связаны с лишним весом то есть что у нас стали больше руки появился у меня 2 подбородок есть в любом месте поэтому 3 4 подбородок до увеличился живот бедра там какая-то отечность на ногах что допустим обувь которая подходила вам раньше по размеру тот же размер вам мал потому что элементарно вы больше весить и у вас больше крови и жидкости всего и сейчас много обувь мне стало очень свободно кстати очень интересно и стало намного проще покупать обувь а мне сейчас вот и мы видим вот эти дефекты и естественно которые до находятся на поверхности и поскольку нам со всех сторон рассказывают что диеты это для того чтобы похудеть мы начинаем худеть на диетах и кстати я рассказывал о том что худеть я начала с веса 91 килограмм и до худелась постепенно естественно за энное количество лет до худелась до 120 килограммов и это ну просто анекдот представьте себе я действительно тратила много денег на всякие добавки ходила в спортзал с личным тренером занималась и действительно очень сильно серьезно занималась несмотря на огромный вес до сидела на различных разнообразных жутких голодных диетах было все это время злой и несчастной женщиной и все равно каждый раз вес возвращался поэтому главная ошибка всех людей которые хотят похудеть это разбираться вот с этой самой верхушечкой айсберга а на самом деле все что внизу находятся вот именно с этим нам нужно разбираться и на самом деле это не такие сложные действия но к сожалению несмотря вроде бы на всю простоту они не настолько сейчас очевидно потому что всем предлагается сесть на диету ну и куча других там способов связанных с диетами похудения поэтому если вы садитесь на какую-то диету очень часто просто сейчас лето до у всех это обострилось что хочется конечно же хорошо выглядеть вот и люди пишут что вот я похудела там публиковала кстати в instagram если не подписаны подписывайтесь на instagram меню на неделю для похудения абсолютно бесплатно и многие кто по этому меню питался они написали что там за пять шесть дней похудели всего на один килограмм то есть люди не понимают что это направлено не на то чтобы похудеть там не знаю на 4 килограмма за неделю это направлено на то чтобы привить здоровые пищевые привычки и естественно чтобы вот эти результаты маленькие как нам кажется да потому что со всех сторон реклама похудей на 10 килограммов там за три дня и так далее вот чтобы эти результаты сохранить и соответственно когда мы с вами играем в долгую работаем на долгосрочную перспективу то у нас и результаты получаются совершенно иные а когда мы находимся на диете а диета это всегда какое-либо ограничение и естественно чем быстрее вы хотите получить результаты а мы все такие да тем более сильные варианты ограничений мы выбираем то есть это ограничение калорийности сокращение рациона то есть это все возможные варианты монодиет какой-нибудь там сыроедение какие-нибудь да там детоксы недельные на соках смузи там и так далее то есть все что нужно для того чтобы из вас ушла вода а жир остался с вами вот и когда мы выбираем вот такие инструменты потом мы сталкиваемся с тем что вес конечно же ушел за счет чего вес ушел это другой разговор до в основном это конечно же жидкость вышла из вашего организма и вроде бы результат похудения есть но все сталкиваются и очень очень много людей про это пишут что потом жутко хочется есть ну все очень просто вы натурально голодали потому что в большинстве случаев это очень низкокалорийный рацион понять что вам мало еды очень просто потому что моментально начинает у женщин особенно сыпаться все то есть выпадают волосы ногти становятся более ломкими начинаются проблемы да у кого-то с менструальным циклом то есть это все те симптомы которые говорят нам о том что ты фактически голодаешь несмотря на какую-то красивую яркую маняющую конечно же обложку быстрого похудения detox и всяких другие глупостей это все что вредит вашему организму да потому что на самом деле от хорошей жизни волосы выпадать не начнут вот то есть когда вы садитесь на диету и не меняете образ жизни то вы продолжаете крутиться в этом диетическом кругу и конечно на каждом грубо говоря обороте этого круга вы еще добавляете вес то есть тот же пример что я началась не худеть на диетах 91 килограмма да и духу делась до 120 и это ну абсолютно не шутка это правда и конечно же до тех пор пока я не достигла вот этой ну по сути гигантской цифры я не знаю что то все-таки наконец-то сработало в моей голове и я поняла что несмотря на то что я там себя ограничиваю очень серьезно естественно мы себя ограничиваем потому что хотим побыстрее похудеть все опять повторяется то есть это тот самый танец на граблях что еще раз еще раз еще раз то есть я вроде бы похудела я старалась потратила много денег а вес опять вернулся и я нахожусь вот опять на этом грубо говоря распутье что нужно искать до какую-то новую лучшую диету не зря диеты появляются новые постоянно вот потому что старый уже все перепробовали никто не похудел значит нужно что-то новое и конечно же а есть то хочется потому что чем сильнее вы себя ограничиваете тем сильнее элементарно просто для вашей обычной жизнедеятельности вашему организму не хватает энергии и питательных веществ и соответственно потом когда вы после диеты накидываетесь на даже здоровые полезные продукты все это естественно откладывается в жир и в любом случае как раз таки формируется нездоровое пищевое поведение то есть тот самый эффект ее когда вы на диете похудели поголодали там в общем да скинули энное количество килограммов потом диета кончилась я не знаю вы похудели к дню рождения к свадьбе к отпуску к чему угодно и наконец наступил тот момент когда диета кончается результаты как бы есть цифры на весах радует и мы с удовольствием наконец-то достигнув этих самых заветных и заклятых одновременно результатов возвращаемся к тому же самому образу жизни но теперь мы до ошибочно конечно же думаем что мы знаем решение что сейчас можно расслабиться ну потому что правда держать себя на полуголодном пайке это очень сложно и физически и психологически не зря так многие мужья боятся что жены начинают худеть потому что мы превращаемся в злых голодных агрессивных женщин это правда так потому что но злые люди до голодные люди еще и толстые вот и конечно же возникает ошибочное вот такое мнение что сейчас то я поем да ну да так же как допустим все люди у которых проблемы с алкоголем думают но сейчас я отдохну как следует а потом начну и все перестану мы думаем мы что знаем у нас есть решение мне нужно будет похудеть я сяду на какую-нибудь новую диету и обязательно похудею и получается что мы создаем вот эту нездоровую связь и находиться в ней можно долго и конечно же еще до большое количество людей пишут о том что с каждой новой диетой тот вес который набирается до за то время пока мы расслабляемся позволяем себе все то что не позволяли до этого вот и даже не задумываемся как-то привести все до к золотой середине конечно это потребует усилий конечно это потребует времени но зато как и все проекты которые требуют времени и усилий результаты будут совсем другие и люди пишут о том что каждый раз худеть становится все сложнее и они не понимают почему это происходит на самом деле тут как раз таки ответ лежит на поверхности потому что вы истощаете свой организм истощаете свою нервную систему и конечно же когда периодически вы да вот садитесь на какую-то супер новую диету ваше тело просто уже бунтует она не хочет отдавать жир потому что элементарно истощено потому что когда мы после до какой-то диета достигнув результата начинаем питаться как привыкли то есть у всех разные да какие-то привязанности болезненные то есть у меня допустим это сладкая да у кого-то это какие-то мясные продукты промышленного производства там колбасы какие-то сосиски и пельмени полуфабрикаты фастфуд и так далее да у кого-то там это кетчуп и соусы у кого-то все вместе допустим да и когда мы после диеты похудев начинаем опять питаться нездоровыми продуктами но достаточном количестве наш организм по-прежнему истощен и он по-прежнему не получает недополучают тех необходимых жизненно необходимых элементов микроэлементов в общем всего того что нужно для того чтобы хорошо себя чувствовать хорошо выглядеть и не иметь проблем со здоровьем и то есть на каждом круге эти все проблемы они получаются как снежный ком можно сказать они все накапливаются накапливаются и накапливается и однажды как я да вот однажды я стала женщиной 120 килограмм и сама не поняла как такое могло произойти я же ходила с 91 и это ну вообще нонсенс просто и я честно думала что я одна такая потому что везде транслируется грубо говоря успешный успех что женщины взяли себя в руки перестали навсегда есть не знаю фрукты да а потому что очень часто на личных консультациях я когда ну составляем меню я говорю ну вот перекусы там это фрукты салаты там и так далее и я вижу непонимание в глазах а до скольки можно есть фрукты я городу в любое время вы от фруктов набрали лишний вес нет ни от фруктов вот и то есть вот эти все моменты настолько уже укоренились в нашем сознании что мы не видим зачастую выхода это простое решение которое я предлагаю нам кажется каким-то один таким потому что мы уже настолько за цикленный на этом диетическом мышлении что многие говорят что если я водка да кто мне на личном сопровождении что это странно я ем я сытая и я худею я так не привыкла мне кажется что что-то странное я думаю что я не похудею потому что все привыкли что худеть это значит страдать да там голодать изнурять себя тренировками и так далее и в конце концов в любом случае не формировать здоровый образ жизни и поэтому я вас очень сильно прошу подумайте еще раз об этом прежде чем выбрать какую-то очередную супер новую там расхваленную разли разрекламированную диету все-таки задумайтесь о том почему же все предыдущие диеты попытки до похудеть какие-то там иголки какие-то там я не знаю добавки супер тренировки и так далее если они вам не помогли то почему вы должны еще раз использовать инструмент который вам не помогает а на самом деле только мешает поэтому все и просто до кажется со стороны и сложно потому что пока вы не наладите я не зря говорю что это не образ питания это образ жизни это как построить дом то есть если вы построите дом но у него не будет крыши до проблемы сразу возникают вроде бы на дом похожи но не совсем или если вы пьете недостаточное количество воды которые на самом деле нужно употреблять чтобы ну просто вы хорошо себя чувствовали ваш организм получал достаточное количество влаги и так далее вот это то же самое что представьте у вас дома отключат воду и будут ее давать через раз тоже не особо комфортно жить и если вы да не спите необходимое количество часов если вы не спите тогда когда нужно то есть люди все-таки такие существа которым нужно именно ночью отдыхать с утра просыпаться и да я тоже самого самого детства много лет балла совой и это говорит лишь о том что мои родители к сожалению не занимались тем чтобы у меня был нормальный режим труда и отдыха вот поэтому сейчас когда я уже родитель и сама занимаюсь своим режимом труда и отдыха это на самом деле заняло достаточно много времени сил но сейчас самое поздно я ложусь в 12 но в час это очень редко бывает потому что я встаю в 6 30 по выходным в 7 иногда 8 конечно бывают вот и поэтому как только вот из этой мозаики из этого комплекса вы уберете хотя бы один элемент то сразу результаты будут не комплексные не общее поэтому очень важно все-таки задумайтесь о том что есть другой путь и на самом деле больше тысячи человек уже похудела по методу мироневич я уверена что у вас получится и конечно я буду очень очень рада что если вы не будете повторять мои ошибки и конечно же ошибки которые совершают большое количество людей потому что диеты это то что очень сильно разрекламировано ну и это в человеческой природе конечно всем хочется похудеть побыстрее поэтому не забывайте что если вы не создадите себе новый здоровый образ жизни то так всю жизнь можно худеть толстеть на диетах и вообще грубо говоря всю свою жизнь потратить на еду в том или ином до смысла то есть то ли думать что они есть то ли думать что наконец-то диета кончилась что я могу поесть я от всей души желаю чтобы вы разобрались со своими пищевыми какими-то привычками нездоровыми проблемами все есть на канале еще если у вас остались вопросы обязательно пишите мне в инстаграм подписывайтесь в инстаграм пишите в директ там мне отвечать быстрее и удобнее потому что на youtube я не всегда просто успеваю отвечать вот если это видео было для вас полезным если вы вынесли из него какую-то важную информацию для себя ну или просто она вас зарядила позитивом обязательно оцените нашу работу поставьте пожалуйста лайк если вы до сих пор не подписаны конечно сделайте это и нажмите на колокольчик для того чтобы как только новое видео появляется на канале вам сразу приходило оповещение с вами была бодрая утренняя мария мироневич я желаю всем добра любви и конечно здоровья до свидания